Главком ВМФ назвал главные задачи на 2019 год 19 декабря 2018 года РИА Новости Главком ВМФ назвал главные задачи на 2019 год Владимир Королев Источник изображения, фото, ВМФ РФ Москва, 18 дек РИА Новости ВМФ России продолжит практику проведения главных военно-морских парадов Сообщил во вторник журналистам в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны главком ВМФ адмирал Владимир Королев Также он рассказал о задачах, которые стоят перед ВМФ в следующем году В 2019 году мы обязательно проведем третий главный военно-морской парад Российской Федерации, подчеркнул он По его словам, 2018 год был особым годом для ВМФ Это год столетия со дня образования Рабоче-крестьянской Красной Армии и Рабоче-крестьянского Красного Флота В этом году мы отметили 60 лет со дня образования нашего атомного подводного флота Напомнил главком Среди наиболее значимых событий года Королев назвал участие объединения ВМФ В масштабных стратегических маневрах Восток-2018 и крупное учение межвидовой группировки ВМФ и ВКС в Средиземном море в сентябре Эти учения показали, что подходы к строительству флота сформированы в нужном направлении Это дает нам возможность развивать его как сбалансированный флот, способный решать комплекс задач по обеспечению национальной безопасности государства, сказал главком Большое значение имел главный военно-морской парад, в котором участвовали все флоты и Каспийская флотилия Только в Санкт-Петербурге в нем участвовали 41 надводный корабль и подводная лодка, 38 летательных аппаратов, более 4000 личного состава, напомнил главком Для НАСК важно, что 5 декабря под руководством министра обороны было проведено расширенное совещание с участием правительства Санкт-Петербурга по созданию в Кронштадте учебно-научного кластера Это будущий ВМФ, отметил он Среди задач на 2019 год Королев назвал продолжение серии атомных ракетных подводных лодок серии «Бария» Дальнейшее развитие группировки многоцелевых атомных подводных лодок, не атомных подводных лодок Мы продолжим строительство кораблей дальней морской зоны, и прежде всего фрегатов и больших десантных кораблей, а также кораблей ближней морской зоны Продолжим строительство патрульных кораблей, которые будут решать в том числе задачи по борьбе с пиратством в районе Адинского залива, патрульных кораблей ледового класса, которые будут решать задачи в районах Арктики, сказал он Также для морской пехоты будет создана новая машина, сообщил главком В целом, мы ставим перед собой задачу совершенствования в форме способов применения наших межвидовых, межфлотских группировок, сказал Королев 18 декабря 2018 года права на данный материал принадлежат РИО Новости Материал размещен правообладателям в открытом доступе